Виолончели, контрабас – самые крупные представители струнных смычковых музыкальных инструментов. Своим диапазоном в почти всю октаву они составляют основы симфонического оркестра. Увлечение такими музыкальными инструментами встречается нечасто, но сразу полсотни исполнителей собрал в Староскольской детской музыкальной школе номер 3 региональный конкурс имени Николая Голицына. Анна Селяева из Белгорода струн виолончели впервые коснулась 7 лет назад и сразу влюбилась в волшебные звуки. Но у этой музыкальной медали есть и обратная сторона. Один из недостатков игры на виолончели – это то, что очень сильно болят пальцы и мозоли очень сильно набиваются, и это не очень приятно. В региональном конкурсе исполнителей на виолончели и контрабасе имени Николая Голицына участвовали ученики музыкальных школ области и студенты Белгородского института искусств и культуры. В целом уровень уже показывает себя очень хорошим. Представительность большая и по количеству участников, честно сказать, по большому счёту, если мы знали, что такое количество заявок, конкурс надо было бы даже разбивать на два дня. Это около 50. Для такого специфического конкурса в плане инструментов это огромное количество. И для того, что это региональный конкурс, не всероссийский. Если виолончель – инструмент довольно редкий, то уж контрабас тем более. Единственный в Белгородской области класс по направлению контрабас работает только в Старооскольской школе искусств имени Эрденко. Я всего лишь год занимаюсь контрабасом. У меня 5 лет, стаж. Мне родители сказали, посмотри передачу. Я посмотрела, мне понравился этот инструмент. Я захотел на нём играть. И говорю маме, мам, пошли отведи меня в Эрденко, научи на контрабасе играть. И вот так начал играть на контрабасе. Я смотрел там фильмы всякие, там старые. И там играли на джаз, на контрабасе. Вот понравилось мне. И решил поиграть, поучиться. Просто мне дома было скучно. Я предложил маме, давай пойдём в музыкальную школу. И мы пришли на прослушивание. И меня буквально Винникула Марина Юрьевна выхватила с руками и ногами к себе. Показала инструмент. Мне он понравился. И мы так записались на контрабас. По итогам конкурса 7 первых мест взяли Старооскольцы. Ещё три победителя из Белгорода.